Бриджит Бардо – гордость Франции и секс-символ второй половины 20 века. Знаменитая актриса и фотомодель, которая на пике славы оставила карьеру, чтобы посвятить свою оставшуюся жизнь спасению и защите животных. Бриджит подарила женщинам прически в стиле Бабетта и ввела в моду купальник-бикини. Благодаря ей провинциальные Канны и Сент-Ропе превратились в мекку элитного туризма, а густая черная подводка вокруг глаз по-прежнему остается изюминкой вечернего макияжа. Будущая актриса родилась в обеспеченной семье добропорядочных парижских буржуа. Отец Луи Бардо, инженер по образованию, основал небольшую семейную фирму по производству ацетилена из сжатого воздуха, которая приносила стабильный доход. На досуге увлекался поэзией и фотографией, издал несколько сборников собственных стихов, один из которых был отмечен престижной премией Французской академии слова. Мать Анна-Мари Мюссель, в семье ее звали Тати, несостоявшаяся актриса. Занималась воспитанием Брижит и ее младшей сестры Мари Жанны, а в свободное время мастерила шляпки для парижских модниц. Брижит не была любимым ребенком в семье. Родители первым ждали мальчика, наследника и продолжателя семейного дела. Еще до рождения дочери уличная цыганка нагадала им, что фамилия Бордо прославится на весь мир, и отец решил, что это будет связано с семейным бизнесом. Но вместо мальчика родилась девочка. Сложно представить, но в детстве Брижит была типичным гадким утенком. Девочка периодически покрывалась аллергической сыпью, носила очки и выпрямляющие скобы на зубах. К тому же она была хмурым, нелюбимым ребенком, злючкой, как называла ее мать. Тати срывалась на старшую дочь из-за малейшей провинности и заставляла ее обращаться к себе на «вы». Брижит чувствовала себя чужой в родном доме, в отличие от младшей сестры – всеобщей любимицы. Единственной отдушиной для девочки были танцы. В 12 лет она поступила на хореографическое отделение Национальной консерватории и стала ученицей Бориса Князева, ранее выступавшего в труппе самого Сергея Дягилева. Занятия балетом изменили Брижит до неузнаваемости. Она обрела грацию и пластику, стала раскованной и полностью избавилась от детских комплексов. Это заметили часто собиравшиеся в доме Бордо представители модного бомонда и стали проучить девочке успешную модельную карьеру. Поддавшись на их уговоры, мать разрешила 14-летней дочери сняться в фотосессии для журнала «Эль», при условии, что там не будет упоминаться их фамилия. Гонорар Брижит составил 50 франков, а под фотографиями были указаны инициалы «ББ». Снимки юной Бордо произвели фурор. Все экземпляры номера разлетелись, как горячие пирожки, а к девушке выстроилась очередь из фотографов модных изданий. Видя такой ажиотаж, Татья решила задействовать дочь в рекламе своих шляпок и устроила модный показ, взяв за основу балетную тематику. Во время дефиле с Брижит случайно или намеренно слетела балетная пачка, что вызвало бурную реакцию публики. Позор дочери, как считала Татья, обернулся для девушки триумфом, а юной прелестнице заговорил весь Париж. Ею заинтересовались и киношники, в частности, Роже Вадим, Вадим Племянников, который работал ассистентом у режиссера Марка Аллегре. Перелистывая Эль, он случайно наткнулся на фотографии Брижит и не смог отвести от нее глаз. Он предложил Аллегре пригласить юную красавицу на пробы фильма «Лавры сорваны» и лично отправился к ее родителям. Татья и Луи были категорически против участия дочери в съемках. Они считали кино вульгарным, а профессию актрисы – неподобающей для девушки из приличной семьи. Но Роже все же удалось их уговорить, а Брижит отпустили под его личную ответственность. Пробы прошли успешно, но производство картины неожиданно закрыли. Однако Брижит уже всерьез задумывалась о карьере актрисы, да и Роже не собиралась выпускать из поля зрения так понравившуюся ему девушку. Встречались они тайно, так как родители были категорически против романа несовершеннолетней дочери с взрослым мужчиной. Брижит стала прогуливать школу. Отец об этом узнал и решил отправить ее учиться в Англию. Мольбы и уговоры не возымели на него никакого действия. И тогда Бордо, дождавшись, когда дома никого не будет, сделала попытку отравиться газом на кухне. К счастью, девушку удалось спасти, и после этого случая родители позволили ей встречаться с Роже. При условии, что он найдет приличную постоянную работу. Чтобы отвлечь дочь от глупостей и снова вернуть ее в балет, Луи попросил своего приятеля, занимавшегося организацией развлекательной программы для морских круизных туров, взять Брижит в рейс в качестве танцовщиц. Девушку отправили в двухнедельный круиз на борту лайнера «Адмирал де Грасс», где она выступала с труппой парижского балета. Публика была в восторге от юной артистки. Но она уже твердо решила стать актрисой и уже не связывала свое будущее с танцевальным искусством. Вернувшись в Париж, Бордо снова успешно снялась для Эль. О ней заговорили в прессе и стали приглашать на съемки. Отцу ничего не оставалось, кроме как обратиться к своему другу, Марису Вернану, и предложить ему стать антрепренером дочери. Тот подыскал ей небольшую роль в комедии Жанна Буае «Нормандская дыра» 1952 год, которая стала ее кинодебютом. На съемках неопытная актриса чувствовала себя скованно и неуверенно, и осталась недовольна своей игрой. Она даже подумывала на этом завершить свои эксперименты с кино. Но Вадим уговорил ее не опускать руки и попробовать еще раз. Он организовал ей главную роль в мелодраме «Манина. Девушка в бикини» 1952 год, после которой о 17-летней Бордо заговорили, как о новом французском секс-символе. Как ни пытался отец соблюсти приличие и запретить дочери сниматься в откровенном по тем временам виде, именно появление Бриджит в бикини сделала из нее звезду. Девушка и сама почувствовала свои сильные стороны, и, отбросив стеснение, перекрасилась в блондинку и стала охотно эксплуатировать свой сексуальный образ. Актерского мастерства ей определенно не хватало. Бордо неуверенно держалась перед камерой и тушевалась перед более именитыми партнерами. Но благодаря стараниям Вадима, ее нового агента Ольги Хорстих-Примуц, она продолжала много сниматься, постепенно набираясь необходимого опыта. Практически не зная английского языка, она играла в англоязычных фильмах, зубря диалоги наизусть. По настоянию Ольги, Бриджит записалась в актерскую школу, но бросила ее, посчитав, что быстрее наберется опыта на съемочной площадке. За четыре года актриса приняла участие в семнадцати фильмах и стала достаточно популярной во Франции. Но Рожи считал, что его любимая Бри-Бри достойна большего и может стать звездой мирового масштаба. Он сам решил снять фильм с любимой женщиной в главной роли, написал сценарий и нашел деньги на реализацию своего проекта. «Картина и бог создал женщину» вышла на экраны в 1956 году. И вызвала в обществе настоящую культурную революцию. Бордос играла сексуально раскрепощенную Жульет, которая никак не может определиться между тремя поклонниками, а по сути играла на саму себя, такую, какой ее привык видеть Вадим. Сцены с обнаженной Бриджит на фоне живописных сельских пейзажей «Сентропе» шокировали европейскую общественность. Не говоря уже о заокеанской публике, отличавшейся в то время еще более пуританскими взглядами, в Техасе и нескольких других штатах картину вообще запретили к показу. Однако кассовые сборы фильма были настолько высоки, что «Ленда» все-таки была выпущена в прокат, несмотря на протесты моралистов и священников. Началась эпоха бардомании. Актрису признали одной из самых сексуальных женщин планеты и поставили в один ряд Смирлин Монроу, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Одри Ховберн. В 1959 году на экраны вышел фильм «Бабета идет на войну», после которого женщины во всем мире стали подражать ее высокой прическе, которую так и называли «Бабета». В моду вошли шляпки, подобные армейскому шлему ее героини. За 20 лет кинематографической деятельности Бордо снялась в пяти десятках фильмов. Сама Бриджит звездой себя никогда не считала и отдавала предпочтение легким ролям, не требующим глубокого актерского мастерства. По этой причине она отказалась от огромного количества больших и интересных работ, например, от роли Анжелики в экранизации романов «Ам и Сержа Галлон». Бордо привыкла четко следовать указаниям режиссеров и не пыталась добавлять роли чего-то своего. Съемки были для нее лишь источником зарабатывания денег, а не способом реализации личных и творческих амбиций. Актриса предпочитала жить чувствами, она не мыслила себя без любви, привыкла кружить голову мужчинам и делать все, что ей вздумается, не оглядываясь на прошлое. В начале 60-х Бордо решила стать певицей и выпустила несколько сольных альбомов, состоящих из лирических песен на французском, английском и испанском языках. Личная жизнь. С Роже Вадимом Бордо обвенчалась в 1952 году, как только ей исполнилось 18 лет. Ради любимой женщины Вадим сменил вероисповедание и из православной веры перешел в католическую. Молодожены жили в маленькой квартирке, подаренной родителями Бордо, и поначалу испытывали серьезные материальные трудности. Ради заработка Брижит снималась в низкобюджетных проходящих фильмах. Роже работал журналистом в газете «Паримач», а на досуге писал сценарии для будущих фильмов. Пользуясь своими связями в кинематографической среде, он взял на себя роль пресс-агента супруги. Вадиму хотелось, чтобы узнал весь мир о Брижит и пал к ее ногам. Он как пигмалион лепил из возлюбленной идеальную женщину, посоветовал перекраситься в блондинку, научил сексуально выпячивать губки, густо подводить глаза. В 1956 году он наконец-то смог реализовать свою мечту и снял Бордо в собственном фильме. Вадим был уверен, что так как он, ее не раскроет ни один режиссер. И оказался абсолютно прав. Единственное, чего Роже не учел, на съемках его легко увлекающаяся и страстная супруга без памяти влюбилась в своего экранного партнера, никому до этого времени неизвестного актера провинциального театра, Жанна Луи Тринтиньяна. Они настолько реалистично сыграли влюбленную пару, что у Вадима закрали сомнения в верности жены. Брижит не привыкла лгать и изворачиваться, и честно рассказала мужу об их романе. Зная своенравный и упертый характер Бри-Бри, Роже не стал насильно удерживать супругу и дал ей развод. С Тринтиньяном Брижит прожила всего два года и снова влюбилась. На этот раз ее избранником стал партнер по фильму «Бабета идет на войну» Жак Жарье. После окончания съемок пара уехала отдыхать, где Брижит забеременела. Когда актриса узнала о своем интересном положении, аборт делать было уже поздно и пришлось рожать. Жарье был безумно рад этому обстоятельству, а вот Бардо категорически не хотела становиться матерью и все последние месяцы пребывала в жестокой депрессии, отказываясь выходить из дома. Она сравнивала еще неродившегося ребенка с опухолью, которая питается ее телом. А когда малыш появился на свет, отказалась кормить его грудью. Жарье был шокирован поведением супруги и настолько переживал из-за происходящего, что вскрыл в себе вены. К счастью, его спасли. Выйдя из психотрической клиники после курса реабилитации, Жак попытался заставить Бардо стать примерной женой и матерью, но это было невозможно. Она не собиралась менять свой привычный образ жизни и продолжала сниматься в кино. Ссоры в семье нередко заканчивались скандалами и даже драками. Один раз Брижит не выдержала и наглоталась таблеток. Ее сумели откачать, но актриса снова взялась за старое и завела роман с партнером по фильму «Истина» с Сами Фреем. Узнав об этом, Жак подкараулил парочку в машине и устроил драку. Эта безобразная сцена попала в объективы папарацци, снимки разлетелись по всему миру, а опозоренный муж подал на развод. Он оформил опеку над сыном и забрал Николя к себе. С тех пор мальчик увидел маму только по праздникам, а когда повзрослел – и того реже. Сын Николя изучал экономику в Парижском университете, параллельно увлекался музыкой, писал песни и делал аранжировки. На последнем курсе его заприметил Пьер Карден и пригласил поработать манекенщиком в своем доме моды. На одном из показов Николя познакомился с норвежской моделью Анни Лин Бьеркан, на которой женился в 1984 году. Он даже не пригласил мать на свадьбу, что стало для нее большим ударом. Впоследствии Брижит делала попытку наладить отношения с сыном и приехала к нему в Осло. Но Николя встретил ее весьма холодно. А после выхода мемуаров Бардо он и вовсе подал на мать в суд, обвинив ее в публичном обнародовании семейных секретов и оскорблении родственных чувств. Третьим законным супругом Бардо стал экстравагантный немецкий мультимиллионер Гюнтер Захс. Он познакомился с актрисой Наспор и сам не заметил, как очутился с ней у алтаря. Их брак продлился недолго. Уж слишком разными людьми они оказались. В 1992 году Брижит снова решила вступить в официальный брак. На этот раз ее избранником оказался Бернар Дармаль, бывший советник Национального фронта Франции, соратник Марин Лепен. С конца 50-х Бардо живет на вилле в Сан-Тропе, который с ее легкой руки и с тихой рыбацкой деревушки превратился в элитный курорт. Актриса ведет уединенный образ жизни и все свое время посвящает животным, которых у нее на вилле уже собралось около двух сотен. Вынужденную самоизоляцию и последовавший за ним карантин, связанный с пандемией коронавируса, Брижит восприняла как дар божий. Ей нравится тишина и отсутствие толп туристов, которые ежегодно заполняют пляжи Сан-Тропе и его живописные окрестности. Гостей Бардо не принимает, с сыном не видится, хотя и делала неоднократные шаги к примирению, и в своих мемуарах не раз раскаивалась за материнскую холодность и невнимание. Общение с внешним миром ей полностью заменяют лохматые питомцы, в окружении которых актриса чувствует себя по-настоящему нужной и счастливой.